здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел очень актуальный вопрос надо ли скрывать что ты постишься на самом деле у меня нет общего ответа на этот вопрос потому что каждый должен поступать в соответствии с тем как научен по своей христианской совести если кто-то только выцерковляется ему очень не хочется говорить окружающим о том что ты постишься каким психологическим причинам религиозным ошибочным или правильным то поступайте как хотите но посмотрите на представители других религий которые не то что не скрывают что не постятся прямо об этом даже хвастаются вот с гордостью об этом говорят я думаю интересно сколько лет необходимо прожить православие чтобы ты тоже ну пусть и не гордился бы этим хотя бы перестал стесняться совершенно спокойно без стены перемены говорил я пощусь я это есть не буду а есть что-нибудь непостное посмотрите на вегетарианцев как они совершенно спокойно говорят а у вас есть веганское ве меню гряда да конечно же вот смотрите пожалуйста и никто не стесняется не чувствуется кем-то прокаженным когда христианин говорит а есть что-нибудь непостненькое все краска и лицо заливается уже не рад что сказал уже думаешь как же на тебя посмотрят как на больного какого-нибудь вот уж в секте какой-то постится он видите ли но я вам скажу что на самом деле давно уже мнение людей изменилось в лучшую сторону отношению к нам в тех же ресторанах для них постное меню это лишь еще одно дополнительное средство для того чтобы получить ваши денюжки они очень рады когда ты к ним зайдешь постящийся и съесть и грибное хинкали какую-нибудь рыбку если рыбка позволяет с этим постом какой-нибудь салатик приправленный не майонезом маслица а уж как нас ждут всякие веганские кафешки ресторанчик такой себе не представляете приходите приходите мы вас ждем дорогие православные христиане туда же не надо будет думать где у вас посты меню все меню абсолютно постами так что можете скрывать это а можете напрямую всем это говорить вопросу к детям к подросткам ну допустим мои подростки что школе им дают то они едят а дома уже этого не едят но мой знакомый батюшка которого еще больше детей чем у меня рассказывает о том что их дети постятся строго везде и всегда в том числе и в школе и к ним очередь стоит их из одноклассников которые с удовольствием меняют выданную его детям сосиску на пирожок с капустой так у тебя же пост у тебя просто сосиску отдашь котлету отдашь и и это никак не влияет на их взаимоотношения они уважают мнение религиозное убеждение друг друга может быть так не во всех школах но можно прощупать в конце концов еще надо припомнить что действительно не все дети постятся так что одна история с детьми другая история с вами мне кажется что не стыдно говорить о том что ты постишься но есть ситуация когда нам необходимо приехать на юбилей бабушки дедушки мамы папы начальника друзей какой-нибудь новогодний или еще там корпоратив и ты допустим не можешь не приехать если ты уже едешь то наверное есть что дают не говоря себе ну раз я съел салат с майонезом то сейчас возьму-ка я еще этот стейк шашлычок еще больше майонезик себе наляп а там 42 бокала шампанского все равно уж согрешила так уж грешить до конца нет вот тут самое сложное если уже сел кусочек то добавки просить совершенно не обязательно вот и смотреть на всех вот еще безбожники пост вот на дворе они тут оливье едят это уж действительно лучше не идти или идти но находить какие-то рыбные продукты или салатики для веганов мне кажется сейчас все больше больше становится и можно найти себе такую кухню что еще добавить да с одной стороны христианину не свойственно говорить о своих добродетелях поэтому если ты прямо с гордостью говоришь да я пащусь вот что показать постящимся людям как говорит спаситель евангелия от матфея то ты уже награду никакой не получишь то есть лицемерить не надо хвастаться не надо вот но если ну и лгать специально уходя от вопроса тоже не надо иначе мы керосином будем огонь тушить я солгу чтобы человек не знал что я пащусь потом спросят а ты постишься ты скажешь ну да как бы стараюсь по мере сил здоровья вот когда получается когда не очень ну и хорошо тема закрыта лагать не надо как бы там ни было пусть господь видящий тайны воздаст всем вам явное помните что в посту главное не только ограничения в еде но и приобретение некоторых положительных качеств больше молитесь больше читайте писания чаще причащайтесь исповедуйтесь творите больше дел любви в эти дни чем в другие дни для того чтобы научиться и в другие дни поступать так же хорошо и замечательно как в дни великого апоста или какого-либо другого внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео видео в видео и подпишись подпишись . В в